друзья всем огромный привет с вами сергей и это youtube канал assistance tv в этом видео я вам расскажу как сделать 5 новых самоделок для зимней рыбалки будет очень интересно допустим первая самоделка у нас будет электро удочка для зимней рыбалки видите маленькую кнопочку внутри вмонтирован простейший механизм мы на нее нажимаем и она сама у нас начинает играть сейчас я вам расскажу как сделать такую удочку поэтому оставайтесь со мной ну и давайте приступим опускаем нашу мормышку и нажимаем на кнопку чтобы сделать такое чудо электро удочку которая будет сама ловить рыбу на своем понадобится какая-то удочка желательно с полой ручкой также нам понадобится небольшая кнопочка какой-то мелкий выключатель любая пальчиковая батарейка две старых щетки а именно прожитки от этих щеток и вибромоторчик вибромоторчик этот маленький можно достать с любого старого мобильного телефона хоть ребят nokia 1100 самый старый телефон у меня был я с него достал вот такой вот вибромоторчик он и послушать нашим механизмом для того чтобы удочка сама ловила рыбу в этой удочки есть одна небольшая хитрость у нее полая ручка это очень здорово в нашем случае потому что именно в эту полую ручку пустую внутри мы будем с вами прятать нашу батарейку первым делом что нам нужно сделать это к нашей удочки где мы будем размещать данную конструкцию подобрать кивок так как мы будем играть мормышкой вот такой металлический кивок я думаю будет не кстати поэтому используем вот такой вот лавсановый кивок который можно будет регулировать по чувствительности вот такой кивочек теперь наша задача с вами наш вибромоторчик вот этот маленький прицепить к этому кивку снизу вот здесь вот если мы его напрямую сюда прикрутим то наш моторчик во время работы будет касаться кивка и он может просто-напросто сгореть это будет очень плохо если он сгорит ребят поэтому я вам рекомендую вот сюда между кивком и между моторчиком что-то подложить у меня есть вот такая вот пена это какая-то шумоизоляция с автомобиля я оторвал совершенно маленький кусок кусочек какой-то птичек и вот именно этот кусочек нам будет достаточно чтобы наклеить на наш с вами вибромоторчик с одной стороны вот такая штука получилась теперь нам необходимо ее примотать кивку вот сюда вот снизу я это буду делать ребят конечно же при помощи всей нашей любимой с вами изоленты примерно вот такая картина у нас с вами вышла вибромоторчик прикручен изолентой через прокладку к нашему кивку теперь если мы с вами возьмем допустим пальчиков батарейку и быстренько сейчас ее на коленке подсоединим неважно где плюс где минус у нас с вами во время работы моторчика кивок начнет очень сильно играть видите как он играет просто жесть вот какая игра получается вы представляете как будет играть наша мормышка под водой того кунь там блин с ума сойдет такой амплитуды правильно так как удочка у нас с вами полого плана и здесь сверху будет заводиться леской сверху будет катушка вот так получается единственное место где можно установить кнопку только вот здесь сверху материал удочки очень мягкий поэтому дырака делается одним оборотом ножа только я прикоснулся и сразу у нас с вами получилось такое отверстие перед тем как подсоединить кнопку мы с вами осторожно всю нашу проводку проводим вдоль кивка вот сюда вот периодически через несколько сантиметров приматывая ее изолентой сразу хочу вас предупредить что я длину немного укоротил потому что не вижу смысла в столь длинном кивке для такой вот удочки если работать над лункой вы спросите зачем же нам нужны были щетки щетки для того чтобы ребят наши батарейки вот таким образом здесь контактировали одну щетку мы привязываем к одному проводу вот таким образом и запихаем туда среди нудочки вторую щетка мы привязываем ко второму проводу и она будет у нас вот здесь вот поджимать получается в нашей с вами крышки а кнопку нашу кнопочку ребят мы просто в разрез провода любого из этого просто вот так откусываем его один провод сюда прикручен 2 край сюда теперь как я и говорил очень осторожно в разрыв прикручиваем нашу с вами кнопку один провод и точно так же с другой стороны другой провод немного намотала за ленты и теперь можно нашу кнопочку вовнутрь туда совать но все ребята вот такая красота у нас сами получилось теперь что мы делаем берем батарейку любой стороной какой нам нравится Хотим этой, хотим той, любой стороной Просто берем ее, совываем туда У нас все будет держаться в контактах За это переживать не стоит Берем пробку, берем обратную сторону Вот так вот это дело И так же направляем на батарейку Так как с обоих сторон пружинки Она не будет плотно поджимать нашу батарейку Есть, теперь, когда мы нажимаем на кнопочку У нас с вами вибрирует наш кончик А как только погружаешь мормышку Она там сразу сходит с ума Я считаю, что данная самоделка Своей простейшей конструкции Ребят, в таком исполнении заслуживает непременно лайка Напишите вам в комментариях, нравится ли вам эта удочка Я надеюсь, первая самоделка вам очень понравилась И вы смотрите это видео дальше Сейчас я вам расскажу, как сделать простейшую мормышку Своими руками Друзья, я буду делать мормышку красную Из красных маленьких крючков Напишите в комментариях, видели ли вы когда-то в продаже мормышку Чтобы цевьё крючка у неё было красным цветом Я, допустим, ни разу такое не видел Чтобы именно само цевьё было красным цветом Сейчас мы с вами сделаем мормышку под мотылика Это будет красная мормышка, которая делается очень быстро, ребята И очень просто Вот такие два крошечных красных крючка Также нам понадобится нитка чёрного-красного цвета Обычная нитка, ребята, которую мы с вами шьём Лак для ногтей Это гель-лак, который сушится только при помощи ультрафиолета И, конечно же, маленький какой-то ультрафиолетовый фонарик Чтобы высушить нашу мормышку Сначала мы берём красную нитку и отматываем небольшой кусочек И теперь начинаем очень плавно наматывать равномерно нашу с вами нитку Слой за слоем, чтобы всё у нас было очень-очень осторожно Вот так у нас это, ребята, получилось Видите, я держу место, где ушко крючка до сих пор в круглогубцах Два края нитки увёл в сторону Примерно что-то похожее на мотылика, правда? Поверх нашей красной нитки, можно сказать, вторым слоем Начинаем с вами наматывать чёрную Чёрной нужно будет совсем немного, чтобы, так сказать, вверху Только совсем чуть-чуть сделать, как головку мотылика Далее мы берём клей и наносим небольшую капельку Совсем чуть-чуть Вся прелесть данного клея в том, что пока мы не посветим вот этим лучом Фонарём он не высохнет совершенно При любых температурах Начинаем светить, и он у нас на глазах сейчас будет, ребят, высыхать Вот такое чудо получилось Давайте его теперь снимем Вот И лишние края вот эти нитки можно просто обрезать То есть, если крючок четвёрочка То сделать вот такую вот красивую мормышку не составляет вообще, ребят, труда Видите, с четвёртого крючка очень просто сделается такой вот муравейчик Либо мотылик, как бы правильно выразиться Как по мне, так получилось очень здорово Мормышка выглядит объёмной Такой, какой пустой внутри Очень смахивает на какого-то мотыля Либо на какую-то гусеницу, что ли, вот так вот Друзья, с Настей с Настями, но если вернуться к процессу рыбной лоли Вы у меня часто спрашиваете Серёга, какой эхолот выбрать, чтобы недорого и хорошо? Друзья, как мы знаем, бесплатный сыр в мышеловке и недорого и хорошо практически не бывает Сейчас я вам это покажу Допустим, мы заходим в Е-каталог Где есть очень много товаров Начиная от мобильных телефонов, телевизоров И, ребят, заканчивая плитами и водонагревателями Но наша с вами вкладка, это, конечно же, рыбалка Переходим в туризм и рыбалка Открываем рыбалка Далее мы видим перед собой огромное количество разных позиций Но в данном случае нам надо ни катушки, ни чайное, как именно эхолот Даже ледобуры вот есть, эхолоты Открываем эхолоты и видим здесь следующую картину По популярности дипер Но нам нужно сделать, давайте, от дешёвых к дорогим Переходим от дешёвых к дорогим Видим много эхолотов дешёвых с разной ценовой политикой Был у меня когда-то такой дешёвый эхолот Друзья, он нормально показывает рельеф В дна, но тупит ужасно этот эхолот Рыбу он обманывает, не показывает Если посмотреть по популярности Конечно же на первом месте будет эхолот дипер Дипер смарт про Дипер чирп, это новинка этого года Это эхолот сногсшибательный Ну и если посмотреть ниже То можем увидеть дипер старт Вот эхолот, самый бюджетный Из серии дипер Это тоже вай-фай эхолот Переходим к нему и смотрим Стоит он не так дорого, как его Младшие братья Но у него есть свои минусы Это эхолот, ребят, однолучевой Всего лишь И с одним лучом С одним углом сканирования Дальше что у нас Дипер чирп Дипер чирп это эхолот Который позволит вам Быть в топе в лидерах У него три луча Это чирп технология Рыбу распознаёт предметы В один сантиметр друг от друга Цена естественно разная Сравните эти два эхолота Вы поймёте что они отличаются Друг от друга Как не знаю Запорожец и BMW Глубина сканирования Раз Три луча у него Частота сканирования Другая Угол другой Технология чирп Нижнее сканирование У него есть Звуковые сигнализаторы GPS встроенный Вот Датчики зимней рыбалки И всё остальное Друзья Но если посмотреть по бюджету Если у вас нету На топовый эхолот денег Реально нету То можно купить Дипер старт Вам в принципе Этого эхолота достаточно будет Он будет показывать рыбу правильно Не будет вас обманывать Поэтому смотрите по бюджету Из того что я вам могу рекомендовать По эхолоту Как вы говорите Это реально дипер Он сейчас в лидерах рынка Потому что я пользуюсь сам Такими же эхолотами И они реально ребят работают Вообще множество своих товаров Вот таким образом можно сравнить С помощью е-каталога Поэтому если вам интересно Что-то приобрести для себя Для рыбалки Либо просто для дома Я вам рекомендую пользоваться Е-каталогом Как это делаю я Ссылка будет в описании Переходите ребята Просматривайте Вот у нас есть два поплавка Для зимней рыбалки Они вроде бы ребят Нормальные Универсальные Но когда рыба Вяло клюет Либо выкладывают Не всегда эту поклевку видно Сейчас мы эти поплавки С вами модернизируем Для этого мы берем Небольшой кусочек проволоки Делаем такое ушко на нем И вокруг этого ушка Слегка наматываем петельки Теперь мы берем вторую проволоку Продеваем ее через ушко И делаем уже точно Такую же петельку Только ребят Руками Так сказать Петля в петле должна получиться Вот Теперь берем наш с вами поплавочек И в него сверху Втыкаем Одну петельку Поплотнее туда Ушком А сверху Второй поплавочек Обратной уже стороной Петля в петлю И у нас с вами получается Ребят Когда мы это все плотно Сейчас соединим Вот такой вот поплавок Можно это дело подклеить Чтобы вот оно Не выходило С помощью суперклея Ребят Я допустим Подклею точно так же Осторожно Ультрафиолетовым Фонариком Гель-лаком Главное Не склеить кольца Между собой Чтобы они свободно ходили В чем же прелесть Данного поплавка Ребят Вот так это выглядит Внизу дробинка Ниже будет крючок И сам поплавок Такой двойной Мы погружаем его Сейчас в нашу банку И он в лунке У нас Именно в таком макаре То есть Вот наша луночка Получается с вами И он должен быть Ну где-то сантиметров Мы видим Пять Не доходя До поверхности воды Вы же будете Это все наблюдать Сверху Вот так вот Вот так вы видите Ваш поплавок Вот В лунке Когда у вас происходит Поклевка Происходит поклевка Поплавок Либо колебается С стороны в сторону Это Вот так вот Будет наяву Вот видите Хоп Колебание И таким двойным поплавком Легче увидеть Малейшую поклевку Он чувствительный Когда рыба Будет выкладывать Вы увидите Не просто подъем А будет подъем А верхний поплавок Будет ложиться вниз То есть Сто процентов Такую поклевку Ты не пропустишь Под водой Вот он колебается А когда выкладывает Видите Оп И он сразу лег Очередная самоделка Которая у меня В приоритете Под номером 1 Ну конечно Пока у меня не было Электроудочки Друзья Это конечно же Балда Я вам про нее Рассказывал Бомба Балда Имеет некоторые Особности Для разных регионов В одних регионах Ловят По одному Делают Во вторых Регионах Там По третьему Как-то делают Поэтому ребят Я вам расскажу Как это делаю Я и на что Ловится в наших краях Реально использовать Флюрокарбон Хороший бисер И правильно ее Главное связать С нужным расстоянием Вот так выглядит Эта снасть Для тех Кто не знает Вот вам показываю Это снасть Для ловли окуня Которая Зарекомендовала Себя на 200% Среди рыболов Это поисковая снасть Которая находит Рыбу И Окунь Просто жадно Ее хватает Давайте я сейчас Вам сразу Быстренько расскажу Как ее сделать Друзья И я надеюсь Вам понравится Я думаю Каждый Сможет найти Бисер У себя В доме Нет Его можно купить Либо в швейной фурнитуре Либо в магазине Для рыбалки Но там он будет стоить Дороже Нам понадобится С вами красный бисер Черный бисер И какие-то небольшие Вот такие кембрики С проводов Будь это черного Синего Красного цвета Любого другого Ребята То есть Нам с вами понадобится Бисер Основная Масса бисера Это красный цвет Вот именно красный цвет Нам нужен будет Больше всего В данной снасти Очень важен крючок Который вы будете применять Он должен быть Небольшого размера Ну как для ультралайтовой ловли И с широким кольцом Широкое кольцо Вот это ушко Должно быть Ребята Обязательно Так снасть Будет работать Более эффективно Как делается Эта снасть Начинается С крючка Берем с вами Красный бисер И заполняем Красным бисером Цевье крючка До самого Края Причем сразу Хочу заметить Обратите внимание Бисер должен Свободно ходить По крючку Он не должен Туго туда налазить Он должен Свободно Там гулять Теперь Когда мы Забили Практически Полностью Цевье крючка Бисер Крайний Мы с вами Одеваем туда Черного цвета У нас с вами Получился Как бы цвет Мотыля Бисерок При этом Гуляет Свободно Вот И на краю Черная бисеринка Теперь Все это дело Фиксируем Нашим маленьким Кембриком Без разницы Каким он цветом Синим Красным Черным У вас Это уже не имеет Большого значения Ребята Что главное На данном этапе На данном этапе Главное Чтобы ваш Бисерок Гулял У него был Свободный ход Видите Вот он у меня Гуляет Можно в принципе Если вы туго Насадили У вас нету места Уже для кембрика Вот так туго Не должно быть Ваш кембрик Должен должен Быть слегка Выше Вот к жалу Крючка В то же время Чтобы гулял Ваш бисер Свободно Видите Вот он Свободно гуляет Имеет свободный ход Лучше Одну бисеринку Снять Нежели Просто Туго Их дожать Ребята Таких крючочков С таким бисером На одну снасть Нужно Три штуки Три крючка И грузик Сейчас я вам расскажу Как же сделать Грузик Для этой снасти Проще Простого И Как можно дешевле Для данной снасти Проще всего Сделать груз Из вот таких Вот Так сказать Скользящих Грузил Для Летних оснасток Наша задача Взять сейчас Грузик И при помощи Канцелярского ножа Ровно посередине Разрезать его Напополам Свинец Металл Довольно мягкий И канцелярский нож С легкостью с ним Справляется Ребята Да это требует Определенных усилий Но Это очень просто Теперь Чтобы все было Эстетически хорошо Красиво И не цеплялась Наша леска При помощи надфиля Острые края Все стачиваем Когда мы Подкорректировали Так сказать Наш грузик На следующем этапе Нам необходимо При помощи Шила Либо другого инструмента Проделать Вот здесь вот Сквозное отверстие Для монтажа Данной снасти Я вам рекомендую Использовать леску Ну где-то Друзья мои Диаметром 0,2-0,25 Лучше всего Если у вас будет Возможность И вы сможете Использовать Флюрокарбон Как мы монтируем Данную снасть Берем первый крючок Чтобы жалоба Смотрела В левую сторону Продеваем в него Леску Берем наш груз Продеваем в него Леску И второй крючок Мы продеваем В правую сторону Жалом Упана У нас с вами получается Вот такая вот Картинка Друзья Вот так это выглядит Короче Вот такая вот штука У нас получается Видите Вот она ходит И кружит Теперь нам от края Необходимо здесь Завязать узел Ну где-то Отступив сантиметра Три-четыре Вот здесь вот Вяжем узелок То есть у нас с вами На расстоянии Три-пять сантиметров Получился вот здесь узелок Вот этот короткий край Мы с вами откусываем Сейчас мы берем Третий крючок И к нему друзья Привязываем Такую железку Такого же диаметра Как и На основной снасти Ребята А теперь важный момент Нам необходимо Третий крючок Вот этот привязать Поводком Чтобы длина Этого поводка Была 5-10 сантиметров Не больше 10 сантиметров В то же время Чтобы он Когда мы вниз Опускали Не цеплялся Вот этого узла Видите То есть на такой высоте Его нужно прицепить Ну вот и все Супер уловистая снасть Бомбочка Готова Я не знаю ребята Почему она так называется Бомбочка Скорее всего Что когда бьешь об дно Создает на дне муть И окуня это привлекает Следующая самоделка На которой я хочу Остановить свое внимание Это ребята Кивок Арбалет Я вам когда-то Рассказывал Как его сделать Хочу повторить Потому что Прошлую зиму Я именно На этот кивок Который сделал Отребачил Много рыбалок Лещ Превосходно Плотва Вообще супер Ребят Смысл кивка в том Что он компенсирует Вес мормышки Если вы ловите На тяжелую мормышку Рыба ее не чувствует Когда берет А кивок За счет того Что у него Очень большой ход Очень большой ход Видите Вам видно Всю поклевку То есть даже Сдалека Со стороны Либо вы рыбачите На улице Либо в палатке В другом краю Вы увидите поклевку Кивок стоит вот так Рыбка выкладывает Он поднимается До самого верха Сейчас я вам расскажу Как его сделать Друзья Но я думаю Все плюсы Вы поняли Это идеальная снасть Для ловли леща Для изготовления Кивка арбалета Нам понадобится Стальная проволока Довольно жесткая Канцелярская резинка Ну и какой-то инструмент Для того Чтобы нам удобно Было сгинать Наш кивок Первым делом Нам нужно взять Отрезок проволоки Как я сказал Сантиметров Тридцать Длиной Нам необходимо Ребята Выровнять Вот этот вот край Где-то Срединочки Который И сделать Несколько сгибов Первый сгиб Мы делаем Вот здесь С вами Вот таким образом Опача Ровненько У нас получился Сгибик Второй сгибик Сделаем здесь Причем ребята Ширина Вот эта Должна быть Такой Какая ваша Канцелярская резинка Так как Канцелярских резинок Очень много Сейчас на рынке Поэтому ребята Возьмите резиночки Которые вы купили И сделайте Где-то по ширине Резинки Примерно Можно немножко Меньше Чуть-чуть больше Не имеет Такого особого значения Сделайте Вот этот вот Загиб Я не могу вам Сказать Сколько это в сантиметрах Потому что Как я сказал У всех Резинки Канцелярские Разные Вот примерно У меня Вот такой вот Получилась Такая вот штука Теперь нам необходимо Поднять этот край Ну так же Ребят На несколько сантиметров Берем вот так вот И поднимаем его Вверх С одной стороны И точно На такое же расстояние Поднимаем его С обратной стороны Вот такие вот Два сгиба Мы с вами сделали После этого Нам нужно Вот здесь Сделать обратный сгиб То есть Мы берем Держим крепко Также отступаем Несколько сантиметров И выворачиваем В обратную сторону Нашу с вами Проволоку Вот этот Обратный сгиб Причем нам необходимо С вами плотненько Здесь Поджать Чтобы он был плотным Точно так же Делаем с обратной стороны На то же самое Расстояние Берем Берем И поджимаем Оба Делаем Небольшое Вот так Зажатие Ну что же Вот такая штука У нас выжила Я ее слегка внизу Подогнул Здесь она должна Крепиться К нашей удочке Вот наша Зимняя удочка Ребята И сюда нам надо Вот так Эту штуку Всю конструкцию Прикрепить Взяли изоленту И хорошо Плотно Обматываем Все это дело Когда мы закрепили Нашу конструкцию На хлыстике Можем свободно Продевать его В удочку У нас получается Вот такая вот штука Теперь нам необходимо Взять термоусадочную Трубочку Такого диаметра Чтобы туда Влезла вдвое Вот так вот Наша с вами Резинка Вот видите Она туда пролазит вдвое Как раз отлично Вот такого диаметра Должна быть термоусадочная Трубка И нам необходимо Посредине сделать Небольшой Небольшой Надрез Разрез Так сказать Осторожно Это дело Прорезаем С одной И с другой Стороны Друг напротив друга Соответственно Вот наша конструкция Вот наш Уже с вами Разрезанный кембрик И мы продеваем Сюда резинку Вдвое Как я сказал Вот наша резиночка Продета Одеваем с одной И с другой стороны Нашей с вами Конструкции Теперь для нашей Конструкции Необходимо использовать Кивок Кивок может быть Как металлический Так и лосановый Он ребята должен быть Ну достаточно жесткий Сильно мягенький Использовать не нужно В моем случае Это вот такой вот Металлический кивочек Теперь наша задача Продеть наш кивок Через вот это Отверстие Которое мы сделали Чтобы он пролез Между двумя резинками Между ними Вот здесь Обязательно Не сбоку А между ними И вышел С обратной стороны Нам с вами Необходимо отрегулировать Кивок арбалет Таким образом Чтобы наш кивочек Был вот в таком Вот положении То есть мы для этого Берем снимаем Один край резинки И делаем Просто напросто Несколько оборотов Вот так вот Накручиваем И одеваем назад Вот сейчас Я отрегулировал Данную снасть Представим Что у нас Под водой Мормышка Когда у нас идет выкладка Резинка слегка Компенсирует Вес мормышки И кивочек поднимается Также ребята Если мы куда-то отошли У нас была хорошая выкладка Мы с вами Увидим такую картину Вот только у нас была выкладка Оп Кивок просто стоит Вверх поднятый И это благодаря Нашей с вами резинке Мы приходим Значит поняли Что надо или проверить насадку Или что-то у нас случилось У него очень большая Амплитуда колебаний Как вы поняли То есть даже небольшую поклевку Будет с таким Высоким рычагом Видно Очень ребята Круто Видите Будет действительно круто Если клюнет вниз Мы увидим поклевку вниз Если клюнет вверх То мы увидим поклевку вверх Идеальное положение Кивка Болета Когда он Практически горизонтален Но в данном случае Как сейчас И вот так Огружен Мормышкой Регулировать очень просто Один оборот Сняли Один оборот Добавили Либо даже Можно регулировать Длиной самого кивка Между резинками Видите Он то выше становится То ниже опускается Как вы поняли Сплошные плюсы Но есть и минусы Это ребят Громоздкая оснастка Которую Ну не так легко Собрать Видите Все равно кивочек Будет торчать Вот сантиметров на 15 Если вы уложите Свой рыболовный ящик И ребят Второй минус Это Рыбалка Вне палатки То есть на улице Может снасть Слегка запутываться И от большого ветра Кивок может Ну чуть-чуть Вот сам по себе Вилять Если использовать Легкую мормышку Если использовать Мормышку потяжелее То все будет просто Отлично И кивок справляется На все 200% Я очень надеюсь Что вам понравилась Данная подборка Самоделок Напишите в комментариях Что вам больше всего Понравилось И что бы вы хотели Сделать сами Также друзья Присылайте мне В комментариях Свои варианты Самоделок И в следующем ролике Я непременно Сделаю подборку Уже из ваших Ребята Рубрик Поэтому Желаю вам всем удачи Не хвастань чешуи Пускай вас всегда ловится С вами был Серега Ютуб канал Ассистенс ТВ Не забывайте Подписываться И нажимать на колокольчик Чтобы не пропускать Новое видео